Цель акции, по словам организатора, призвать мировую общественность воспрепятствовать торговле людьми, легализовав проституцию. Поздравляем вас с первым праздником Спаса и с первым праздником Спаса будем спасать Украину. Иисус Христос никого никогда, никогда не учил насилию, жестокости и избиения. Вот, это раз. И не хватит религиозным фанатам жить по Ветхому Завету, надо жить по Новому Завету, любить, прощать и уважать. Для спасения страны Евгения использовала несколько странные предметы. Надувной матрас, пару метров розовой ткани, обручи для головы с кошачьими ушками, мягкие игрушки, молоко и даже колбасу. Поддержать Евгения пришли его несовершеннолетние друзья, которые, размахивая колбасой и выкрикивая различные лозунги, призывали правительство Украины обеспечить работникам секс-индустрии беззаботную старость. Параллельно с маленьким шоу Довлатова выступили молодые люди спортивного телосложения, вооруженные метлами, перчатками и медицинскими масками. Мы выметали их с нашей земли. Мы выметали эту нечисть, которая льется сейчас из всех щелей, понимаете, и проявляется в таком вот виде. Мы выметали их из Одессы, подальше по Киевской трассе, не знаю, куда они там попадут, но вот туда вот. Они оттуда пришли, наверное, пусть они туда и уходят. Так они сметали всю дорожную пыль в сторону надувного матраса, на котором активно протестовал Евгений Спаситель. Немногочисленная публика так и не дождалась появления известной одесской Барби Валерии Лукьяновой. По словам организаторов, Валерия не явилась из-за опасений за свою жизнь. Валерия Лукьянова в арбе была в медитации на планете Плея. Ей очень далеко добираться до этой планеты, поэтому она решила выложить свое обращение к вам на своей официальной странице ВКонтакте и в Ютубе. Екатерина Лапицкая, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.